Спустя 10 лет за парту 28-летний Денис Гимб решил еще раз прочувствовать студенческие годы и поступить в высшее учебное заведение. До мечты осталось лишь подать рукой. Я готовился как мог. Я работающий человек, поэтому приходилось после работы включать интернет, записывать что-то в тетрадку и как-то вот так вот готовиться. Ну а как вообще, уверен в своих силах? Ну я уверен в своих силах. Сейчас-то по предмету общества знаний, думаю, проблем не будет. За плечами и жизненный опыт, и больше как-то ума набрался. Сегодня проверяли знания не только выпускники прошлых лет, но и те, кто не смог сдать ЕГЭ в основные дни по медицинским показаниям. Это такие дисциплины, как физика и общество знания. Поддержать ребят пришел Андрей Гаранин. Считаю, что очень важно, конечно, поддержать наших ребят. Они попали в непростое время. Перешли очень оперативно. Я считаю, что успешно перестроились на форму дистанционного обучения. Конечно же, было много неудобств с этим связано, но наши губкинские ребята с этим, безусловно, очень серьезно справились. Несмотря на то, что экзаменационная кампания завершается, итоги подводить рано. Хотя, хорошие новости уже есть. Не все полученные еще результаты, так как дети сдавали в резервные дни и дополнительный период. Но можно сказать уже сегодня, что по многим предметам баллы увеличились до 10 баллов. То есть средний балл составил больше на 10 баллов, чем результаты прошлого года. В этом году 15 губкинских школьников стали высокобальниками по разным предметам. Это 90 баллов и выше. Есть и один стобальник. Это Анна Заикина, которая показала высший балл по литературе. Дмитрий Самоленко, Данила Индюков. Новости Губкинского. Новости Губкинского.